Добрый день, меня зовут Лазарев Игорь Александрович, я врач-психиатр-нарколог. Сегодня хотел бы ответить на такие популярные вопросы, которым часто нам задают. Ну, например, по поводу выведения запоя. Что вы капаете для выведения запоя? Какие препараты? Как происходит эта процедура? Ответить на это не так просто, как кажется. Объяснить, что мы капаем. Потому что капается каждый раз индивидуально. Выведения запоя вообще проходят как процедура, если так можно сказать, и на дому, и в клинике. Если запой больше 14 дней, имеются какие-то сопутствующие осложнения, то эта процедура рекомендовано проводить обязательно в клинике. Если какой-то небольшой запой, то, возможно, и дома. Но, сами понимаете, круглосуточное наблюдение всегда лучше, чем однократный визит врача. Что входит в эту процедуру? Это, конечно, не только капельница. И капельница далеко не основное, поскольку все наше психиатрическое, наркологическое лечение обязательно содержит те или иные психотропные или седативные препараты. Психотропные – это не страшное слово, значит, препараты используются для лечения психических расстройств. И таким ключевым феноменом запоя, ну и вообще алкоголизм – это, конечно, тревога. Потому что при абстинентном синдроме – это состояние, когда человек прекращает пить после длительного запоя. Тревога достигает очень сильного уровня, да, на пике это может заканчиваться алкогольным делирием, про который я рассказывал в прошлый раз. Но на фоне тревоги возникает бессонница, беспокойство, ажитация, когда человек не может себе найти место, у него есть синдром беспокойных ног, да, когда невозможно как-то удержаться даже в квартире. И на этом фоне выражены патологические влечения, то есть желание выпить. Поэтому важным моментом влечения является точный и подбор психофармакотерапии. Это и транквилизаторы, и какие-то легкие нейролептики. В случае выраженного влечения или наличия уже галлюцинации абортивных, то используются антипсихотики. Все это подбирает психиатр и нарколог точно в зависимости от возраста, пола, состояния пациента, наличия сопутствующих болезней. Поэтому самолечение мы не рекомендуем ни в коем случае. Это обычно и часто заканчивается трагично. Плюс подобрать дозу на фоне выраженного влечения очень сложно. И такие часто случаи, когда врач выписал предположимый рецепт на феназипам и рекомендовал пить одну таблетку на ночь. Человек на фоне вот этой тяги, желания изменить состояние, выпивает всю пачку или 10-5 таблеток, запивает алкоголем и заканчивается это трагично. Помимо этих седативных наших психофармакосредств, также используются капельницы с электролитами в первую очередь, поскольку дефицит ионов калия, магния практически всегда присутствует. Витамины. Дефицит витаминов группы В, В1, В6, особенно В1. Это также такое частое явление и причина многих осложнений полиневропатии, в частности. Ну и других нарушений нервной системы часто выражены тремор у таких пациентов. То есть, сочетание витаминов группы В, электролитов, кардиотропных средств, поскольку, во-первых, присутствует алкогольная кардиомиопатия практически у всех наших пациентов, и восполнение баланса здесь также необходимо. Дальше уже средства подбираются симптоматически. Если у человека высокое давление, а такое практически всегда подбираются гипотензивные средства. Если там тошнота, рвота, уже средства, устраняющие эти симптомы. И важно при наличии рвоты обязательно уточнять ее характер, поскольку одним из таких жизнеугрожающих осложнений является желудочно-кишечное кровотечение, и если врач выявляет уже на вызове или в клинике, это осложнение обязательно надо вызывать в скорую помощь, и пациента госпитализировать в хирургическое отделение, потому что это может закончиться летально. А признак кровотечения желудочно-кишечного – это рвота, кофейная гуща, такого специфического цвета. Поэтому лечение симптоматическое, обязательно под присмотром врача. И желательно это делать, конечно, если даже на дому, то с учетом нескольких посещений доктора, дабы контролировать ситуацию и не оставлять без присмотра. Родственники также должны участвовать в соблюдах, помогать пациенту выполнять назначение. Питьевой режим, то есть количество жидкости. В стационаре мы можем капать 4-5 раз в день, то если человек пытается это все делать дома, надо самостоятельно восполнять объем жидкости, в том числе и при возникновении каких-либо осложнений, таких как галлюцинация, выраженная бессонница, которая даже не исчезает на фоне препаратов, боли в сердце, какие-то перепады в работе сердца, аритмии, рвота, как я уже сказал. В таких ситуациях обязательно вызывать врача, который уже примет решение о госпитализации, либо в наркологический, либо в общий такой соматический стационар. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова